Субтитры сделал DimaTorzok 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 Удивительная штука Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДLinkTorzok Дcional Дimitrel Д Al Torzok Дмитр Дimitrel 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 Фрош Интернешнл Трэвел. Почему? Ну, ты расскажешь, а тогда о чем ей говорить? Не-не, она будет предлагать, помнишь, она чудесна. Мне так было жалко, они так, они здорово. Во-первых, ребята, это очень хорошая компания, и к ней, конечно, нужно всем обращаться. Во-вторых, жалко мне было только один раз. Помните, они сделали чудный турнир по Черному морю. Заход в Одессу, в Сочи, там, в Севастополь. И кто же мог знать, и кто же мог знать. А это как раз до начала Олимпиады в Сочи было. Вот когда мы могли посмеяться. Нет, смеяться тут не за чем. Со слезами на глазах. Над теми, кто купил, это, вообще, это ужасно. Да. Ну, тем не менее, Фрош Интернешнл Трэвел, это самая надежная, по-моему, фирма из больших. Ну, не зря мы постоянно об этом говорим, да. Есть и другие, почему? Есть и другие. Так, традиция проводить сезон на побережье Испании и других средиземноморских стран под угрозой пишет серьезно британская газета позавчера «The Guardian». Вот. И статья называется, ребята, «Туристы, Валерия, вы меня слышите? Туристы променяют Средиземноморье на Юрмулу». На рыбацкую деревушку со среди газеты. Газета ссылается на отчет, время решает все. Адаптация туристического спроса к изменениям климата в Европе. Подготовлена научная служба Еврокомиссии. Вот. Сильнее всего, по расчетам исследователей, пострадают Испания и Болгария. В топе выигравших первые места займут Латвия, Эстония, Словакия и Словения. Изменившиеся климатические условия могут повлиять на привлекательность многих регионов. Так, это все вода. Неинтересно, неинтересно. 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 Короче, в Юрмале, в Юрмале будет Марбелий. И Лазурном береге. А я скажу, хорошо живут в Латвии рыбаки. Это правда. 130 дней остаются до Нового года, господа. Сегодня, я уже упоминал, Украина, день государственного флага. Отменены футбольные матчи. Короче, народ пьет. Народ пьет, поздравляем. А завтра, завтра же завтра. Потому что Керриш сегодня же выступил с речью. Ни слова о государственном флаге, но о завтрашнем дне, про разглашение независимости. Очень много слов сказал. И мы присоединяемся к нашему государственному секретарю. В Белоруссии сегодня день государственной статистики. В России день воинской славы. Вот не могут они, понимаешь. Если в Украине день государственного флага, и обязательно им нужно влезть со своей воинской славой. Годовщина победы на Курской дуге. Да, это правда. Я в эти дни частенько бывал именно в Курске и Белгороде. Для меня это очень такой... А что, Даугова играла с Курском и Белгородом? Да, и Белгородом в одной зоне. И в эти дни мы иногда попадали туда. И я видел, как люди относятся. Это не просто вот так на бумаге праздник отмечен. Это из поколения в поколение. И это очень-очень такой, ну, очень сложный праздник. Потому что проблемы люди испытывают, живущие там, очень большие. Но память, она святая. И это действительно сразу чувствуешь, что ты там находишься. Надо побывать один раз, чтобы потом об этом часто вот так говорить. Серега, ты молодец. Ну, знаешь, вот душа в тебе есть. А я циник. Поэтому я продолжаю эту передачу тем, что в этот день, 23 августа 476 года, 400, не 1000 там, а 476 года, пала Римская империя, Серега. Последний император Ромун Август был низложен, как ты думаешь, кем? Варваром. Варваром, которого звали Одуакр. Значит, этот Одуакр вошел в Рим и знаешь, что он сделал? Вот там, где выступал Спартак. И как многие одесситы печалились, но Черноморец никогда не выступал, только Спартак. В Колизее устроил пир на весь мир. Вот так. А Римская империя пала. В 1382 году в Москве при обороне от татарского набега к хана Тахтамыша впервые была применена артиллерия. В 1552 году русское войско осадило Казань. В 1770 году Джеймс Кук объявил Австралию собственностью английской короны. В этот день, я понимаете, я не годы просто называю, но вы должны понимать, это все было 23 августа. Впоследствии он был съеден аборигенами, как вы знаете. В 1799 году в Петербурге было запрещено носить бакенбарды. И вот тут я вспоминаю известные фотографии, я бы не назвал их даже фотографиями, рисунки Кюхельбекера, Пушкина, нашего всего. Они же все с бакенбардами. И 1790... Как же они же... Вот я не совсем это понимаю. Я хотел бы увидеть Пушкина без бакенбардов. Но это невозможно. В 1839 году Англия захватила Гонконг. Вот, ребята, откуда это все пошло. Недавно только отдала. В 1866 году Венеция передана Италией в результате пражского мира по итогам войны. Хорошо, подготовлено тебя. По итогам войны. Был сначала война, а потом мир. Судя по всему, он был заключен в Праге, поэтому называется пражским. В 1913 году в этот день в Копенгагене был открыт памятник русалочки, героине сказки Ганса Христиана Андерсона. Я там был. Я был у русалочки. И даже... да. В 1927 году в Соединенных Штатах Америки казнены Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. По обвинению в убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики. В 1977 году губернатор Массачусетса, тогдашний Майк Дукакис, и когда-то он баллотировался и в президенты нашей страны, официально объявил о том, что Сакко и Ванцетти были осуждены несправедливо. Но в 2005 году писатель и журналист Эптон Синклер, который много лет занимался этим делом, признался, что оба они виновны, и что он узнал об этом от адвоката этих итальянцев, но это не помешало ему самому оставаться их защитником, заработать много денег на гонорарах и книгах. Ему было очень стыдно, и перед смертью он признался, что он такая сука, и Сакко и Ванцетти... Я сказал сука, не-не, я хотел сказать Сакко и Ванцетти виновны. Вообще-то, чтобы вы знали, Сакко продавал рыбу и был лузером вообще, а Ванцетти служил шестеркой в мафии. Но их именами назвали завод пишущих принадлежностей в Москве. У меня был карандаш Сакко и Ванцетти. Не только у тебя, а у всех, по-моему. Потому что это была единственная карандашная фабрика, по-моему, в Советском Союзе. Сакко и Ванцетти очень... Я всегда считал, что они их героями. И куча улиц. Есть улицы Сакко и Ванцетти, до сих пор в глубинке можно найти. А есть еще улицы отдельно Сакко и отдельно Ванцетти. Это я смотрел в гугл. Там их считали борцами за права рабочего класса в США. То есть там у нас, где мы выросли. В 1939 году был заключен в этот день пакт Риббонтропа и Молотова в Москве. Но камент. В 1942 году в этот день состоялась массированная бомбардировка Сталинграда и начало обороны города. В 1943 году в этот день освобожден Харьков. В 1959 году правительство Соединенных Штатов Америки объявило об введении в 400-х школах преподавания русского языка. Где эти школы? Я помню, лет 8 назад, 9 может, мы бились за русский язык в Норсбрук, как называлась она? Жалко. Бой старший сын окончил эту школу. Норсбрук есть какая? Саус и Норс. Не знаю. Я не житель Норсбрука. Ну и что? Ты же должен знать школу. Ой, я забыл. Еще нет. Чуть попозже буду знать. Хорошо. Короче говоря, бились мы, бились и добились. Вот. И восстановили мы русский язык, но ненадолго. Через два года убрали его оттуда. В 1962 году Джон Леннон в этот день женился на Синти Пауэлл. Свидетелем был Пол Маккартни. А ровно через 6 лет Синти, вот в этот же самый день, ровно через 6, в 1968 году, поддаст на развод, обвинив Леннона в измене и сожительстве с Йоко Оно. А Ринго Стар так разнервничался, что в этот день, в 1968 году, объявил, что покидает Битлз. Но это было, слава богу, временно. Потом он вернулся ненадолго. Записали, а потом они распались вообще. Но вернемся чуть назад. В 1977 году вышел выдающийся фильм Тенгиза Абуладзе «Древо желания». Это вторая картина трилогии великого грузинского мастера кино. Первой была «Мольба. Последнее покаяние». В 1979 году, в этот день, убежал на запад Александр Годунов. Точнее, остался в Соединенных Штатах, надо правильно так будет сказать, солист балета Большого театра. Годунов из Риги окончил Рижское хореографическое училище в 1967 году. Почти 4 года выступал у Игоря Моисеева в классическом балете. Потом был принят труппу Большого театра вместе с другим воспитанником вот этого самого Рижского хореографического училища, которого скромно называли, и сейчас называют Михаилом Барышниковым. 29-летний Годунов остался в Соединенных Штатах Америки 23 августа 1979 года. Его жена Людмила Власова была отправлена самолетом аэрофлота в Москву. Перед взлетом самолет был задержан с целью выяснить, возвращается ли Власова в СССР добровольно. В инцидент оказались вовлечены тогдашние лидеры стран Картер и Брежнев. В итоге Власова ответила на поставленный вопрос утвердительно. Ну, в СССР у нее оставались родители, и улетела. Так они, кстати, больше и не встретились. В 1982 году был оформлен развод. Первое время Годунов жил у Йосифа Бродского. Потом он купил собственное жилье и поступил в Американский театр балета, которым руководил сбежавший уже к тому времени его товарищ парижскому детству Барышников. Два с половиной года Годунов танцевал там как солист, но потом поссорился со своим другом детства и был вынужден уйти. Он много работал и очень много пил. Жил с актрисой Жаклин Бессе. В 45 лет он умер в Калифорнии от осложнений гепатита, обусловленного хроническим алкоголизмом. Прах его был развеян над Тихим океаном. Его мемориал находится в Лос-Анджелесе. На кинотафе написано, его будущее осталось в прошлом. В 1990 году Армения провозгласила независимость от Советского Союза. Годом позже в этот день Ельцин остановил деятельность газеты «Правда» и КПСС, а также арестовал последних находившихся на свободе членов ГКЧП. А в Латвии была запрещена деятельность компартии под страхом уголовной ответственности. Я отлично помню, что в тот момент, когда об этом сообщила СНН, я сидел у покойного Миши Смолянского, готовил первый выпуск «Yellow Pages» наших тогда, и попернулся к квасам. Тогда, между прочим, «Лайфвей» еще выпускал отличный квас. «Ты что помрачнел?» – спросил меня основатель первого в США русского акционерного общества, то есть «Паблик Кампани». «Зачем я уехал?» – воскликнул я. «Дурак!» – сказал Миша Смолянский. Жизнь показала, что он был прав. 23 августа родились в 1741 году «Лаперус» – французский мореплаватель, в 1754 году Людовик XVI – плохо кончил, в 1880 году Александр Гриневский, он же писатель Александр Грин, ну, вы знаете, «Алые паруса», «Бегущие по волнам», дальше. В 1910 году итальянский футболист Джузеппе Мяцца – двукратный чемпион мира. В 1932 году Давид Черкасский, который придумал капитана Врунгеля. В 1964 году певица Алена Апина, а в 1978 – Коби Брайант. Должен я еще вам кое-что сказать, ребята. Хотя время, конечно, 11-21, но все равно скажу. 39-летний второй пилот самолетовой компании «Аэрбалтик» во время заседания суда в Норвегии утром позавчера признался, что перед вылетом был пьян и употреблял виски менее чем за 8 часов до полета. Мы собрались, это из показаний, капитан, я и трюс-стюардессы. Мы пили алкоголь во второй половине дня перед тем, как вылететь, и в какой-то момент потеряли контроль. Как это закончилось, мы знаем, сказал рижский летчик. Не знаю. Конечно, возможно, я выпил больше всех. В этот день у нас было три рейса. Было трудно контролировать количество спиртного. Мы выпили две бутылки виски, рассказал второй пилот. Ему дали шесть лет. Да, шесть месяцев. Да, полгода. Ну, я скажу, что 8 августа это все произошло дело. Экипаж задержали по результатам проверки на выдох. Уровень алкоголя в крови пилота, второго пилота и двух стюардесс превысил допустимые 0,2 промилле. Кстати, сегодня на Вантовом мосту в Риге упал велосипедист. Он ехал через Вантовый мост и упал, и получил серьезные повреждения. В его крови 3,4 промилла. Я думаю, что это родственник второго пилота. Точные анализы крови, оглашенные в суде. 1,2 промилла у второго пилота, 0,8 у первой стюардессы, 0,4 у ее коллеги и капитана. Экипаж должен был выполнить рейс на самолете Air Baltic Boeing 737. Чартерный рейс туроператора StarTour и доставить норвежских туристов на Крит. Суд города Осло приговорил к тюремному заключению всех троих. А капитан самолета останется под арестом до 17 сентября, когда состоится судебный процесс над ним. Ему предъявлено наиболее серьезное обвинение, так как он отвечает за весь экипаж. Согласно наиболевским законам, он может сесть в тюрьму на 2 года или заплатить крупный денежный штраф, или будет комбинация двух этих вот вещей. Я считаю, что нам нужно уйти на рекламную паузу. Если у вас возникли вопросы при получении моргиджа, вы хотите приобрести что-либо из недвижимости, наверное, стоит вам обратиться к Виктору Болотникову из компании Home Loan Solution. Он неоднократно был у нас в эфире, рассказывал, что необходимо для этого сделать. Я уверен, наверное, первый звонок для предварительных консультаций очень-очень важен в этих вопросах. И вот обращайтесь к Виктору за помощью в этом вопросе. По телефону 847-401-6802. Виктор гарантирует лучшие рейты, курсы, как угодно это называйте. Ну и за очень-очень весьма такой низкий гонорар, что немаловажно. Компания расположена по адресу 420 Лей Кук Роуд в Дирфилде. И еще раз номер телефона 847-401-6802. Метросмайлс Дентал. Клиники Метросмайлс Дентал принимают пациентов с паблик-эйдс с покрытием стоматологических услуг в штате Иллинойс. Мы поможем вашему ребенку приобрести красивую и здоровую улыбку на всю жизнь. Мы разработаем план платежей, подходящий для вашего бюджета. Процедура проводится только сертифицированными врачами-ортодонтами. Для вас открыты 9 клиник в Чикаго и его пригородах. Я не думаю, что имеет смысл перечислять все номера телефона всех этих офисов. Назову лишь номер телефона в Чикаго 708-222-8302. Позвоните, и вам ответят на все интересующие вас вопросы. И вам подскажут, в какой из офисов вам удобнее обратиться ближе к месту, где вы проживаете. Наверное, это будет правильнее сделать так. Так, еще раз напомню, номер телефона 708-222-8302. Мэтр Смайлс Дентал. Хочу лишний раз напомнить, если по каким-либо причинам вы не успеваете следить за теми или иными номерами телефонов и адресами, не расстраивайтесь, позвоните в редакцию газеты «Свет». Наши сотрудники всегда помогут вам разрешить любую проблему, связанную с этим. Ресторан «Мипенос». Попробуйте Грецию на вкус. Давний, надежный друг нашей общины. Здесь вкусно и не грустно. Расположен он по адресу 8660 Вестголд Роуд в Найлсе. Номер телефона 847-296-6777. Все лучше, чем сломна кухня «Элеонов» к вашему столу ежедневно. Нашему меню, так утверждают хозяева этого ресторана, 25 веков. Великолепное обслуживание, полный бар и умеренные цены. Еще раз повторю номер телефона 847-296-6777. Сеть продуктовых магазинов «Джокапутэйнсанс», «Палатани», «Ножбруки», «Десплэйнс», «Арлингтон Хайтс». Большой выбор продуктов по очень-очень доступным ценам. Подробную информацию о специальных предложениях этой недели вы сможете найти на цветных страницах газеты «Новый свет». На протяжении более ста лет «Чикаго Тайтл Лэнд Траст Кампани» помогает клиентам в таких сложных вопросах, как вопросы недвижимого имущества. Помощь компании основана на уникальной квалификации специалистов. Опыт, экспертиза, отличное обслуживание, индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента. Опытный персонал всегда готов помочь в течение всей рабочей недели. С понедельника по пятницу с 8.30 утра до 5 вечера. Если вы позвоните в нерабочий день, вы можете оставить сообщение, и наши сотрудники обязательно на следующий рабочий день свяжутся с вами. Позвоните, пожалуйста, по телефону 312-223-4110 или по бесплатному телефону 888-878-78-56. Компания расположена в Чикаго по адресу 10 South Los Angeles Street, кабинет 2750. Следующий сегмент нашей программы спонсирует Ados Home Care Serving Families at Home since 1970. Найн Ина и Марина будут счастливы позаботиться о русскоязычной общине Чикаго от имени Ados Home Care. Начиная с 1979 года, главной целью Ados было и остается обеспечение здоровой и полноценной жизни пациентов у них же дома. Квалифицированный персонал поможет вам оставаться независимыми и избежать болезней и травм. В программу обслуживание на дому в частности входит очень много чего входит, но в частности. Персональный уход, купание, причесывание, планирование меню, приготовление еды, уборка дома, квартиры, стирка, помощь при принятии необходимых лекарств и процедур, уход за людьми с проблемами дыхания, организация выездов, например, по делам или в магазины. Практически весь Чикаго, Найлс, Чикаго, Чикаго-Саус, Гурни, Хилл, Сайтвитон и другие районы Большого Чикаго. Кроме того, компания «Эдус» набирает заботливых людей в их замечательную команду по уходу на дому, которая называется, напомню, «Эдус», A-W-D-U-S. Если у вас есть опыт работы или желание работать в этой сфере, звоните 224-257-5450. Для дополнительной информации вы можете выйти на сайт www.adus.com и, еще раз напоминаю, телефон 224-257-5450. Звоните, спрашивайте Инну или Марину. Теперь попросил меня мой старый друг Динас Вигас сказать о том, что совсем уже скоро открывается долгожданный магазин «Фрэш Фармс» на улице Гольф в Найлсе. Прямо аккуратно против, чтобы было удобно. Надолго они не расходятся. Ликербан там с другой стороны практически. То есть можно туда за закусочкой и сразу... Ну, короче, люди знают. Я когда вел оттуда передачи «Оса», там контингент уже стоял, когда я приходил. Серьезно такой. Так вот, не уходя от темы, Дина сказал мне с Вигаса, это хозяин магазина «Фрэш Фармс», что он набирает людей на работу. Причем я его спросил, куда звонить? Он говорит, не-не-не-не. Вот тут очень важно, чтобы не звонить. Надо приходить и лично написать аппликейшн, на вас сразу же посмотрят и с вами договорятся, если вы подойдете. На все позиции продавцов, в Дели, грузчиков, приходите, пожалуйста, туда. Вы знаете, где это. Еще раз, это Найлс, Гольф, напротив магазина ликерного «Ликербан». Ну, а сейчас наша российская страничка. Со времен очередного покорения Крыма уровень ненависти в России легко преодолел опасный рубеж и смело двинулся дальше. В результате этого перехода через Альпы изменилась лексика публичных выступлений даже на телевидении. А уж диалоги в социальных сетях вообще стали напоминать эдакий морской бой, в котором противники стреляли друг в друга исключительно матом. Русский язык стал развиваться в очень узком направлении, зато надежно овладел не только массами, но и представителями высших кругов Отечества нашего. Главным героем минувшей недели стал лучший дипломат всех времен и народов, министр иностранных дел Российской Федерации, ну, я бы сказал, не этой недели, а августа, Сергей Лавров, который во время брифинга с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адалем Аль-Джубейром позволил себе весьма странное выражение, и не только лица. Телекамеры зафиксировали его тихую реплику, непроизвольно выбежавшую за границы дипломатические лексики. И чтобы вы, слушатели, не гадали, я осмелюсь частично повторить вслед за министром, заранее прошу прощения, но это вынужденный поступок, его выражение. Дебилы. Кадр этот стал хитом недели и по сей день лучший ум России до хрипоты обсуждает, кому же было адресовано это великое русское слово. Я напомню лингвистически неподкованным, что термин дебил имеет сугубо латинские корни, дебилис означает слабый, а что означает второе слово, употребленное министром иностранных дел России, вы знаете, но наверняка не знаете, что оно означало раньше. В старославянском «блясти» означало «заблуждаться» или «ошибаться». С тех пор это слово стало, увы, одним из лидеров по частоте употреблений. В современной толковой словаре объясняют его теперь уже как междометие, выражающее экспрессию и играющую роль усиления эмоционального акцента. А вы говорите, не что ты на меня так смотришь, ну что ты на меня так смотришь. Во время этой ставшей уже исторической встречи с министром Адалем Аль-Джубейром обсуждалась ситуация в Сирии и судьба президента Башира Асада, которого, как известно, отчаянно поддерживает Москва. А Саудовская Аравия ратует за скорейшее отстранение от власти сирийского президента, из-за которого вот уже 4 года в стране бушует гражданская война. Компромиссы на переговоры достичь не удалось, а может быть именно тогда вхапошли в ход вооруженные силы русского языка. Дебилы. Ставшая почти неофициальной газетой «Коммерсант» выдвинула версию, что эту неосторожную фразу, причем формулировка такая, неосторожная фраза, Сережа, это министр иностранных дел сказал, неосторожная фраза, формулировка такая, мне кажется, что мне в адрес коллег хочется повторить слова министра иностранных дел. Ну это так, ну как можно об этом объяснять, что это неосторожная фраза. Сергей Лавров произнес во время работы синхронистов, когда те переводили его слова о переговорах в Москве на тему межсирийских соглашений. Кроме того, сообщала газета, незадолго до инцидента Сергей Лавров достал телефон и прочитал какое-то полученное им сообщение и не сдержался. Любопытно, что в Министерстве иностранных дел напрочь отвергают информацию о том, что Лавров матерился. А пресс-секретарь МИДа Мария... А вот как можно верить людям? Вот это ж, пожалуйста, выйти на Ютуб и послушайте сами. А в Министерстве говорят нет. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, оправдывая своего начальника, заявила, что ничего не слышала такого, хотя посмотрела, говорит, эту пленку на Ютубе 17 раз. Зачем это смотрела 17 раз? Маша Захарова. Ты что, хочется повторить слова Министра иностранных дел? Кошлянул человек, сказала она. Я не знаю, что у него. Понятно? Просто прочистил горло человек вот этими двумя словами. Что, блин, действительно и кошлянуть нельзя? Поскольку у меня есть некий опыт работы пресс-аташей, я был когда-то пресс-аташей Рижского-Динамо, в золотые, я бы сказал, в серебряные годы, то можно, я решил сгладить прокашливание нашего руководителя МИДа, я имею в виду нашего русскоязычного, более убедительно. И я стал искать у Фрейда. Может, у него есть какие-то научные объяснения такому вспыльчивому выходу подсознательного в публичное поле? Не может же такое яркое сексуальное слово самовольно выскочить на официальных переговорах. Но, увы, о дебилах, блин, Зигмунд не написал ни слова. Зато я нашел гениальную фразу Фрейда. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Понятно вам? Человек сотворил новую цивилизацию, а вы его хамом называете. Если кто видел гениальный фильм «Однажды в Америке», то он просто обязан посмотреть бессмертную ленту «Однажды в России». Я всем ее рекомендую. В ней рассказывается о том, как в сельском магазине в Татарстане бдительные органы обнаружили трех гусей, замороженных в Венгрии, против которой Россия ввела санкции. Эти гуси проникли на российскую территорию, но были пойманы. При понятых, в строгом соответствии с законом, был составлен протокол изъятия гусей, и каждая тушка весом в 3 килограмма 600 грамм. После чего состоялась их публичная казнь, за которую наблюдало принудительно все село. Люди могли бы купить и съесть этих чудо-птиц, но цена кусалась. Кульминация фильма. На распаханной земле матушке осиротливо лежат три размороженных гуся, а на них ползет гигантский бульдозер. Посмотрите, ребята, это я ничего не выдумываю. Лицо водителя, наполненное гордостью за страну, взволновано. Как бы при составителях протокола не промокнуться гусеницей мимо тушек этих. Не знаю, гусей ликвидировали по доносу или обнаружили в ходе спецоперации по поиску запретной птицы. И во что обошлась казнь, это грандиозная операция по уничтожению. Во сколько обошлась казнь казне? Мне интересно. И что творилось на душе у простых людей? Невольно обрадовался, что на птичьих грудках не был повешен плакат «Так будет со всеми гусями-нарушителями» и не напишут ли об этой казни дети в своем традиционном сочинении в школе, как я провел лето. Недавно, вы знаете, я был в отъезде, поэтому говорю сейчас только об этом. Исполнилось 15 лет со дня катастрофы подводной лодки «Курск». Я, кстати, очень хорошо до сих пор помню, знаменитая она утонула из Ост Путина в интервью Ларри Кингу в 2000 году. Многие аналитики полагают, что именно после этой трагедии государство взяло курс над контролем судебной системой и правоохранительной тоже. Именно с той поры власть стала устанавливать жесткие рамки для деятельности средств массовой информации, вплоть до закрытия неугодных. И сегодняшний уровень пропаганды, итог которой 90% населения поддерживают политику власти, при том, что Россия скатывается стремительно на дно, куда недавно спускался на этой неделе в ботискафе Владимир Владимирович, это результат этой политики. Иначе говоря, на дно ушла не только подлодка, но и едва крепшее судно демократии в России. В Петербурге состоялась панихида по погибшему экипажу подводной лодки «Курск». На многочисленных фотографиях, которые попали в интернет, все увидели, что родственники одного из погибших подводников пришли на травмную церемонию в футболках с портретом Путина и сфотографировались в могилу. На фоне черного мрамора, в черных футболках, на которых изображено лицо Путина в черных очках. Вот такая вот поддержка политики президента. И его фраза «она утонула». Еще из категории, обозначенной двумя словами министром Лавровым. Российское правительство прорабатывает вопрос о возможном введении лимитов на численность поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Впервые в истории, оказывается, России удалось таки победить голод. Мясо некуда девать. Тем временем, в этой стране ширится борьба с идеологическими вредными продуктами по-прежнему и готовится к комфортным условиям демократического взрыва. Сегодня в стране срочно требуются бульдозеры, передвиженные крематории для уничтожения продуктов питания, незаконным путем проникшие на территорию России. Их так много, что эта антистрада не прекращается ни днем, ни ночью. Хорошо еще, что российская сельхозтехника более приспособлена для уничтожения урожая, чем для его выращивания, я бы сказал. И там их не останавливает даже то, что битва против урожая требует затрат не менее, чем битва за урожай. Как возрождалось, качество борьбы с урожаем не позволяет уничтожать все до последней крошки. Если в созидании у россиян столько брака, то и в уничтожении тоже не меньше. И после упорных боев с пармезаном, помидорами и персиками, незаконно заброшенными в Россию врагами западными, на полях битв появляются несознательные элементы, которые пытаются выковырять из земли то, что не было до конца уничтожено. Как это ни печально, это им удается. Голь по-прежнему в России хитра. Увы, сработала дьявольская задумка недругов России. Пользуясь временными трудностями в создании кормовой базы страны, они пошли вот на такие грязные методы. Пошли, чтобы унизить народ, чтобы ткнуть их лицом в грязь и заставить есть земли с лопаты. Увы, не все проявили стойкость и силу воли. И встали на колени перед Западом. И начали выковыривать их вредные продукты из святой земли матушки. Самое удивительное, что битву против урожая показывают по телевизору. Вы можете наблюдать за ней каждый день. То есть кормят народ картинками уничтожения продуктов. Для чего? Чтобы в сердца проникла мысль, лучше умереть стоя, чем ползать на коленях в поисках западной жратвы? Версий много. И одна из них мне показалась вполне логичной. Почему нас решили до отвала накормить уничтожением продуктов по телевизору? Да так регионы отчитываются от победы над едой. Рискну предположить, что скоро губернаторы, не нашедшие контрафактной жратвы, будут сжечь свою, чтобы не отстать от всех. А то другие уничтожили по 500 тонн западной еды. А ты вроде как небдительный и неверный. При обращении к греху, ребята, важный элемент воспитания. После картин раздавления еды раздались вдруг голоса молодушных граждан, которые предложили дать народу возможность съедать все нелегальные продукты прямо на границе. Тоже вещь уничтожения, но более гуманного порядка. И вот так не позволят поганым пармезанам и хамонам вступить на родную землю. И тут Алексей Алексеенко, представитель Россельхознальдзора, выразил логичное опасение. Он сказал, съедение тоже будет вредить окружающей среде, веско сказал он. Вы представляете, сколько швекалий будет, если все это съесть? От идеи пришлось отказаться. А зря тут россияне могли простить убить сразу двух зайцев, накормить и надежно перекрыть государственную границу дерьмом. И кто бы посмел тогда нарушить ее? Размах российских антисанкций воистину глобален, даже и питен. Путчин запретил въезд в страну не только продуктам питания. В приступе небывалого губанизма он сумел ограничить покупки некоторых медицинских изделий, костылей, бинтов и презервативов. Понятно, что некие представители гуманных организаций стали переживать за проблему безопасного секса, но бывший главный санитарный врач, а ныне помощник, премьер-министр Геннадий Онищенко, всех успокоил. Он, как профессионал высочайшего класса, лично усмотревший когда-то идеологически вредные микробы в грузинских и молдавских винах и недостаточной газированности боржоми, уверен, что запрет на западные презервативы нисколько не скажется на здоровье россиян. Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют, сказал он. Это просто заставит быть более дисциплинированным, строгим и разборчивым в выборе партнеров, а может быть окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем. Конечно, со стороны Онищенко, как утверждают, некоторые возмущенные этим запретом россияне вышел из репродуктивного возраста и повесил свой конек на гвоздь. Все виднее, но подобное решение демократической проблемы кажется верхом безумия. Даже если запретить аборты и презервативы и обязать каждую пару дважды в сутки под гимн от России с небывалым энтузиазмом исполнять суплужеский долг, то рождаемость от этого не повысится. Кстати, про рост венерических сюрпризов бывший главный врач-санитар вот, даже не заикнулся, но вероятность возвращения кожи-ведь-диспансером статуса идеологического органа, как в времена СССР, вполне, кстати, вероятна. Интеллектуальная способность государственного аппарата такова, что он может эффективно ограничивать рождаемость, но повышать ее не приспособлено. Кстати, запрет на западные презервативы не поднимет качество отечественных резино-технических изделий. Это уже очевидная ситуация на продовольственном рынке. В отсутствие иностранного сыра свой перестал кататься в масле и растет на масле пальмовом. То есть, делают, конечно, но делают плохое качество. Презервативы, честно говоря, не самое слабое место в российской политике. Минпромторг, тщательно напрягшись, разработал документ по ограничению государственных закупок медицинских препаратов и изделий. в черный список попали рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, дефибрилляторы, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных детей и многое другое. Вот это вот настоящее здравоохренение, по-моему. А вот от импортных машин, на которых ездят основоположники запретов, никто не отказывается, от лечения за рубежом не отрекаются они. Евро и доллары хранят, как зенец ока. Всю тяжесть антисанкционной политики, как и планировалось, будут нести, конечно же, простые люди. Но ведь страдания – дело добровольное. Короче, Россия – страна неимоверных чудес. Законы принимают те, о которых так емко сказал министр иностранных дел. Но я хочу похвалить кардорову политику президента Путина. За что? Объясняю. Когда умер Сталин, вся страна рыдала, как жить дальше? Умер Брежнев, паника была несусветна. Кто поведет в маразм увереннее, чем Леонид Ильич? А вот сегодня стараниями президента России подросла достойная смена. Путина окружают такие кадры, что в случае чего, не дай бог, все мы можем быть абсолютно уверены, хуже России уже не будет. Они не способны просто сделать хуже. Ну, а лучше тем более. Рекламная пауза. Работа хирурга неординарна, очень сложна и ответственна. Доктор Елена Левитина с отличием закончила Норсвестерн-университет, медицинскую школу Норсвестерн. Более 12 лет американского медицинского образования. Единственный русскоговорящий хирург в нашей общине. Не существует хирургической проблемы, которую она не смогла бы решить. Доктор Елена Левитина принимает в офисе по адресу 201 и Стронг-стрит в Виллинге, комната 7. Офис оборудован по последнему слову техники. Используются самые современные хирургические методы, включая лапароскопические и лазерные операции. Многие проблемы решаются прямо на месте. В случае необходимости доктор Левитина прооперирует вас лучше в госпиталях Чикаго и Пригрыдов. Иногда проблема может быть решена без оперативного вмешательства, но если операция необходима, более уверенных и надежных рук вы не найдете. Телефон офиса доктора Елены Левитиной 847-215-05-30 847-215-05-30 Позвольте пару слов о Лейк-Блаф-Аутобаре, куда вы можете и должны позвонить в случае необходимости, набрав следующее сочетание цифр 847-615-6500. Если мужчина врезался в чужую машину, он прежде всего заглядывает в свой бумажник, а женщина в зеркальце, чтобы убедиться, что Марафетт не пострадал и чтобы подготовиться к рандеву с полицейским. Правда, сразу же после этого умные мужчины и женщины делают все-таки одно и то же. Они звонят в Лейк-Блаф-Аутобаре. Придать разбитой машине товарный вид могут многие, но здесь ее сделают качественно и с иголочкой. Чудесный сервис, плотный контакт с оценщиками страховых компаний и компаний по ренту автомашин, а главное быстрый и надежный ремонт, потому что опыт большой и репутация здесь дорожает. ОСА пользуется Лейк-Блаф-Аутобаре. И, увы, чаще, чем хотелось бы. 28 845 Нейджел-Корт Лейк-Блаф. Одна минута езды на запад от улицы Ваккиган по 176-й дороге. Советовать вам лучших наш долг. Еще раз телефон Лейк-Блаф-Аутобаре 847-615-65-00. Звоните Павлу, он не подведет. Хилтон-Норсбург Расположенный в Норсбурге, естественно, по адресу 2855 Норс-Милоки-Авеню, хорошо знаком русским чикагцам. Это идеальное место для того, чтобы оторваться от будничной суеты на уикенд. Кроме того, мало кто из наших слушателей не побывал на каком-нибудь торжестве в ресторане Элгауэрс. Будь то свадьба, юбилей, бар или батмитсва, или вообще любое торжество. Вспомните, вам же понравилось. Не могло не понравиться, ведь Элгауэр один из лучших ресторанов Большого Чикага. Кстати, по пятницам здесь си-фуд и прайм-рип-найт, включающий, помимо всего прочего, блестяще приготовленные лапстеры и аляскинские крабы and all you can eat, товарищи. По воскресеньям там же легендарный брань с шампанским, удостоившихся разнообразных призов. Каждый номер отеля Хилтон Норсбург, а их 248, оснащен быстрым интернетом, холодильниками, микроволновыми печами, мини-барами, тремя телефонами и цены более чем умерены. Общая площадь банкетных залов отеля 17 тысяч квадратных футов и вы можете провести здесь торжество, пригласив от 30 до 1300 гостей. И, конечно, Норсбург Хилтон идеальное место для проведения корпоративных мероприятий. Записывайте телефоны 847-480-7500-отель, 847-509-7010-отель-кейтеринг, 847-664-7999-ресторан. Что чувствует человек, у которого болят зубы, я, честно говоря, уже забыл. Итог мат того, что моим донтистом является доктор Джекоб Лейк, который является руководителем известной клиники Illinois Dental Center. В офисах принимают более 10 врачей, выпускники лучших стоматологических школ США. Клиники оснащены самым современным оборудованием. Лазерное лечение зубов и операции на деснах без анестезии, импланты, лечение кариеса, протезирование, словом, все-все-все. Помимо нового офиса в Мандолайне, врачи Illinois Dental Center по-прежнему принимают по адресам 2806 West Divan, 6051 West Beaumont, это в Чикаго, и в Виллинге. Телефон там такой 847-229-1700. Хотите иметь здоровые и красивые зубы? Обращайтесь в Illinois Dental Center. Отличная школа для детей от двух до шести лет. Это, я говорю, об L&L Academy and Preschool. Здесь закладываются основы физического, социального, эмоционального и интеллектуального развития ребенка, которые будут служить ему верой и правдой всю жизнь. Программа раннего обучения чтению и речевой техники, танцы и спорт, включая теннис и саккер, образовательная гигиена, бэби-йога, развитие лидерских качеств в классе этикета и хороших манер. Надежный информационный мост с родителями. Школа находится по адресу 2325 Норск-Ларк, Чикаго. Телефон 773-880-9543. В эфире Радио ОСА. 11 часов 51 минута, почти уже 52 минуты, и в это время, еще в этом части, мы успеем вам дать добрые советы, как мы надеемся, они будут добрыми и полезными. В первую очередь, для этого в нашей студии в свое время, вот время отдыха, в воскресный день, Алекс Гриншпун, не первый раз, он уже у нас в студии, говорим мы о финансах, о планировании, и вот интересная тема, мы вне эфира немного обмолвились пару словами об этом, и вы знаете, действительно есть интересные моменты, по крайней мере, вот в любом, в любой, в любом виде деятельности человека, будь то это экономическое, семейное, финансовое, тоже самое, экономическое, спортивное, наверное, в первую очередь, всегда статистика подтверждает какие-то правила, было это сделано именно так, или наоборот, что-то в чем-то, вы допустили ошибку, ну, о финансах, это в первую очередь, всегда есть с чем сравнивать, предыдущие годы без какого-либо комментария подчеркивают правоту ваших действий и наоборот ошибочность. Саша, добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Вот теперь я тебя хорошо слышу. Я хочу, наверное, начать нашу беседу с момента, ты уже очень давно в стране, 27 лет, по-моему? Да, я приехал в 1988 году. И человек, который сейчас занимается вот так очень тесно именно финансовыми вопросами планирования, наверное, есть какие-то интересы твои, вот, внутренние, с чем сравнивать те или иные времена? Я имею в виду, если сегодня человек сомневается, необходимо, нужно ли это ему вкладывать деньги в такое сложное, как бы сейчас время, не очень-то все так гладко и хорошо, тем не менее, подскажи, может, я ошибаюсь, вот, если посмотреть на всю историю вот этих финансовых кризисов, перепадов, подъемов и падений финансового рынка, имеет ли смысл и во что вкладывать, сравнивая вот, статистику прошлых лет? Большое спасибо, очень приятно опять быть в вашей студии, я люблю для моих клиентов и так всем объяснять, ну, для чего надо вкладывать деньги, это больно, неприятно, это иногда чувствуется как казино, особенно за последнюю неделю. Но если думать о плохом? О плохом, да, потому что люди, как вам сказать, они боятся плохого, потому что, чтобы сделать это, чтобы показать это сэмпл, и я просмотрел, ну, цену простых вещей, когда я приехал в Америку, и сколько сейчас этого, очень просто, средний заработок был в 1988 году был примерно 25 тысяч в Америке, сейчас он поднялся на где-то 48 тысяч, поднялся вот на 100%, 2 доллара, цена домов, мы говорим о среднем, о среднем, да, дом в 1988 году был примерно 92 тысячи, и сейчас он примерно 280, поднялся в 3 раза, даже взять такое простое, как яйца, 12 яиц, оно было 65 центов, сейчас он стоит 2 доллара и 80 центов, значит, многое всего, многие продукты и недвижимость поднялись в 3 раза, но зарплата поднялась только в 2 раза, и вот инфляция, это, оно потихоньку съедает цену наших денег, и если мы как бы об этом не думаем, не планируем, можно через 20-30 лет, как бы кажется, жить правильно, но потихоньку становиться беднее и беднее. Терять постоянно? Постоянно, да, и вот потому самый лучший исторический подход к инфляции, это вкладывать деньги в инвесменты, в real estate, акции и облигации, но надо говорить с профессионалом, который тебе может объяснить риск, потому что это же ничего не гарантия, нет никакой гарантии в этом мире, просто надо понимать, что если ничего делать, ничего делать, наши деньги каждый год теряют свою цену. В подтверждение твоих слов хочу привести слова, я очень внимательно за темой нефтяной смотрел два года, слежу за этим и сейчас, и вот тогда одно из высказываний было, которое я приводил в эфире, кстати, в обзоре новостей, очень известный специалист, которым он себя и считает, сказал по поводу нефти, что нефть ценой в 70 долларов мы больше с вами никогда не увидим, то есть он говорил, это тот предел, ниже которого нефть не опустят, это было сказано более двух лет тому назад, пожалуйста, что мы имеем с вами сейчас, это подтверждение твоих слов, никто гарантии вообще дать не может, что может произойти, тем более о таком продукте, как нефть говорили, но это, вот я просто сделал маленький, маленький такой штрих нефть, но нефть, это чуть-чуть нечестно, потому что столько разных организаций спекулирует, не понять, сколько стоит бочка нефти, она должна стоить 100 долларов или 50 долларов, потому что нефть, очень трудно понять ее цену, да, многие страны сейчас выйдут и будут больше produce этот ойл, но мы потеряли где-то 70% за последний год, и используем столько же сам, может чуть-чуть больше, может чуть-чуть меньше, но я стараюсь в нефть и в золото не вкладывать, потому что это очень спекуляция. Специфичный такой товар, да, что или угадаешь или нет, а я не люблю гадать. И он более-менее краткосрочный, нет долгосрочности такой, правильно? Да, да, но опять же, тем то, что нефть упала, должно помочь особенно нашей стране, потому что мы используем много и цена всего должна упасть, медленно падает для нашей... Хорошее слово должно. Должно, вот-вот, да, но все равно готовиться к будущему надо использовать инвестиции от инфляции. Саша, у нас звонок. Добрый день. Добрый день. Да-да, мы вас слушаем. Что случилось? Нефть падает в цене, а бензин у нас в Виленое дорожает за один день. Он подкатился сначала на 70 центов за один день. Причем, что самое интересное, на всех заправочных станциях это похоже на сговор. Вы знаете, если вы хотите, чтобы я вам испортил настроение совсем сегодняшний день, я могу долго на эту тему говорить. Вы полностью правильно сказали. Сговор и не только. Коррупция в этом... именно в этом вопросе настолько велика, что вот обсуждать эту тему мы можем потратить не одну передачу и потом все то, что мы говорили о российском рынке связанном с коррупцией покажется смешным по отношению ко всему этому. Это страшная проблема. И мы с вами молча это просто съедаем, к сожалению. Спасибо вам за звонок. А для чего нам нужен генеральный прокурор и губернатор? Хороший вопрос. Не могу пока вам ответить, потому что, говорю, очень страшная тема. Спасибо вам. Да. Также мы должны очищать этот ойл и цена должна упасть. Но опять же, для моих клиентов и те стратегии, которые я складываю, они не ойл... Я стараюсь это не трогать даже. Мы продолжаем опять говорить о надежности вот этих наших вложений сейчас. Какие перспективы на этом рынке ты считаешь наиболее интересны? И вот посоветуешь нашим радиослушателям, на что в первую очередь обращать внимание? Да. Сейчас вот много звонков, которые ко мне приходят на работу. Я стараюсь людям объяснять, ну, стараться не смотреть на Dow Jones и S&P, смотреть Business News, может, это CNBC, Fox Business, как... И даже Yahoo Finance. Как люди смотрят, я не знаю. но я люблю отойти от телевизора и просто подумать наше состояние в этой стране, где наш GDP на Америке растет, компании продолжаются расти, интерес до сих пор низкий, он может подняться чуть-чуть, но все равно исторически он низкий. Цена Oil опять же низкая и мы продолжаем быть самой стабильной стране в мире. Так что, да, когда, как говорят, когда Китай заболеет, нам все болит и другие страны тоже влияют на наш мирный рынок, но Америка продолжает быть самой надежной инвестицией для всего мира. И я это, и это очень важно напоминать. Чем это обусловлено? Большими накоплениями в предыдущие годы финансовой массы или же опять же хороших экономических прогнозов? Хороших стабильных экономических прогнозов, потому что можно еще одного экономиста тут посадить и он мне будет доказывать то, что сегодняшний безработный процент людей, которые не работают, которые сейчас 5,3 это не тот, который был 15 лет тому назад, что сейчас работы хуже или не платят меньше, и я даже могу согласиться, но когда мы говорим про инвестиции и особенно в акции, стабильность очень важна. И вот в Америке за последние 5,6,7 лет наши экспорт поднялись, unemployment у нас упал, все двигается в правильную сторону. Очень сейчас трудно найти страну в мире, в которой это случается. Даже те emerging markets, те Россия, Бразиль, Индия и Китай, они должны были стать следующей самой большей четверкой, которая будет на этом рынке контролировать все страны, и вот они распадываются. Потому стабильность, стабильность, это очень важно. Ты сказал ключевую фразу, не надо очень серьезно обращать внимание на реестры и показатели биржевые тех засвеченных фирм, которые из года в год торгуются на биржах, и акции которых растут, падают. Одним словом, это такие основные игроки бирж. Здесь вариант возникает такого вопроса. Существуют темные лошадки, более перспективные, которые надо обратить внимание, которые специалист не разберется. Поэтому может быть ты на это намекаешь, что ты можешь иметь более профессиональный ответ на эту тему. На кого лучше обратить внимание, кто более перспективный, нежели на обычных уже таких, которые компании на слуху, акции которых торгуются сегодня хорошо, может быть завтра немного хуже. Как правильно ответить на вопрос? Я могу не обязательно... Или ты хочешь определить просто тенденцию рынка и уже учитывая этого? Да, тенденцию рынка, спасибо. Потому что и помочь людям знать, если у них набрали много рисков в их стратегии или мало. Как бы я не обязательно могу угадать в какую сторону пойдет рынок. Я хотел бы, если бы я мог, я бы, наверное, был бы уже большим миллионером, но я могу помочь людям понять, что у них есть и как двигаться вперед. Потому что многие люди как бы с надеждой сидят и ждут и, может, они волнуются. И я помогаю людям разобраться в том, что у них есть. Не обязательно угадать, в какую сторону или даже какие акции, что хорошие компании падают вниз и бывают погод B2, когда все идет вниз, потому что море в погоде плохое. Это не значит, что плохая погода в море будет всегда. Здесь, наверное, неуместно говорить о партнерах в игре в карты, потому что мы не говорим о максимальном выигрыше. Мы говорим о сохранении того, что есть, и надежности вклада. Поэтому говорить, что да, можно было так, и выиграл бы ты столько. То есть вот это слово если бы лучше не учитывать. Надо сделать гарантию сохранить у вас и в лучшем случае чуть-чуть приумножить то, что есть. Правильно? Да, да, конечно, есть такая американская фраза hindsight is 20-20. Мы все можем смотреть и сказать если бы это, так было бы то. И я не люблю этим заниматься. Да, обязательно надо посмотреть на статистику, что случилось, потому что история нам не обязательно говорит, что случится, но оно имеет ритм, оно похоже. но я больше как стараюсь людям понять и объяснить про что они могут заработать, сколько риска им надо брать, чтобы достичь тех ну того планов, которые они хотят им. Да, это очень важно. Ты понимаешь, не сразу с этим можно согласиться внутренне, но только после профессиональной консультации человек может быть самостоятельно придет к этому решению. Поэтому необходимо встречаться, говорить и не стесняться задавать неудобных вопросов, как и человеку желающему это сделать, так, наверное, и всем тем, кто еще решает для себя это, правильно? Да, да. Самый сейчас, наверное, у людей есть деньги в банках и трудно вынять те деньги, которые у тебя копейку в копейку вкладывал, слаживал и потом вложить и потерять. Но у многих сейчас пенсионные планы работали где-то 10-15 лет и сейчас вот у них есть деньги, которые они должны что-то с ними делать. Это где первое можно, я могу помочь, где если у людей есть старые ихнии 401-кейс и им надо обратиться к профессионалу, я с удовольствием им помогу и помогу понять, что у них было и как помочь им двигаться вперед. К сожалению, время заканчивается, беседу можно продолжать очень-очень долго, тема весьма-весьма такая, знаешь, очень интересная для всех и радиослушателей, и для тебя тоже, я в этом уверен. Напомни, пожалуйста, все те номера телефонов, по которым можно с тобой связаться, или куда обращаться, адрес офиса, как с тобой связаться. Большое спасибо. Мой офисный телефон 847-291-7909, мой имейл адрес is alex at a-s-s-e-t m-g-n-t for asset management. Я нахожусь 3400 Дунди Роуд, комната 145 в Нортбурге. И звоните меня со своими концернами, со своими проблемами, и я вам постараюсь помочь, как я могу. Еще раз со своей стороны добавлю, что если по каким-либо причинам вы не успеваете отметить для себя тот или иной номер телефона или адрес офиса, позвоните нам в редакцию нашей газеты Свет 847-715-9407, наши сотрудники напомнят вам об этом. Большое вам спасибо, Александр, большое спасибо за сегодняшнее воскресное время. Я надеюсь, в ближайшее время мы встретимся опять в эфире. и вы знаете, вот сегодняшнюю нашу беседу, может быть, не с такого легкого вопроса хотел бы я начать. Именно в тех проблемах со здоровьем, с которыми вы встречаетесь ежедневно, ранняя диагностика это очень важный вопрос именно для вас, или же по ходу того лечения, которое вы предлагаете нашим радиослушателям, нашим, ну, я не знаю, клиентам, как угодно это называете, это обычное явление. не было ни хорошей помощи, ни хороших паст, ни правильного образования. Ну, в принципе, время было другое, потому что здесь, может быть, лет 15-20 назад тоже еще этого не было. За эти 20 лет стоматология сделала мощный рывок вперед. Сейчас каждый стоматолог, чтобы вы делали гигиенические чистки каждые 3 месяца. Вас учат отфлосы после каждого приема пищи, то есть выбирать все эти кусочки пищи, чтобы нигде ничего не оставалось. Вам рекомендуют пользоваться не просто щеткой, а вибрационной щеткой. И вибрационная щетка заряжена так, что вы не можете два раза чиркнуть это еще пастой по зубам, прополоснуть и побежать. Она, от нее получать пользу лучше, а не выключать раньше времени. И что мы получаем в результате? Мы получаем, что люди, которые были в России в 40-50 лет, они уже теряли большую часть зубов, понимаете, им там непонятно, чем это все восстанавливали. У них начинался парадонтоз, вываливаются остатки зубов, и уже там 60 лет поголовно или каждый второй начинал уже челюсть по вечерам пускать стаканчик с водой. Здесь этого близко нет. И в чем разница? Вот именно в этой самой ранней диагностике и в правильной профилактике. Что касается того, чем я занимаюсь, позвоночник, позвонки, они в чем-то даже похожи на зубы. Если посмотреть позвонки и представить, как они окружены мышцами околопозвоночными, очень точная аналогия. И вот эти мышцы, когда они спазмируются, они тоже похожи на дёжны. И их нужно правильно прочищать, нужна зубная щетка для этих мышц. И нужна ранняя диагностика, тоже нужно прийти и приходить к специалисту, который может найти эти болезненные точки, болезненные спазмированные мышцы и знать, как их расслабить. Не просто делать аджазменты, потому что во время аджазмента эти мышцы травмируются еще больше. Поэтому всякого рода агрессивная хиропрактическая помощь, она не является помощью, она является помощью ортопедическим хирургам. Потому что после такой интенсивной хиропрактической терапии, в общем-то, человек гораздо быстрее попадает на стол к ортопеду-хирургу. Ну, это тоже, конечно, неплохие ребята, они молодцы, и нельзя их оставлять без работы, но у них и так работы хватает. Поэтому лучше бы, конечно, диагностировать рано правильно вот эти мышечные спазмы, которые дают позвоночника, и правильно эти спазмы убирать. Для этого должна быть правильная мера мышечная терапия, то есть иногда называют массажем, я все время сопротивляюсь, потому что, понимаете, слово массаж, очень распрощитое. С одной стороны, конечно, можно сказать, есть лечебный массаж, но с другой стороны, слово массаж, оно соответствует всех, кто на пляже кому-то трет спину, понимаете, это массаж, кто-то в бане кого-то трет из-за всей силы, понимаете, так, чтобы все трещало, другой кричит, и это тоже называется вроде бы массаж. И поэтому слово массаж, оно здесь не подходит. Вот нейромышечная терапия, да, миофасциальная релаксация, да, то есть когда мышца накружена фасцией, такой, как бы, целлофанной оболочкой, этой оболочки должны быть скользить на друг друга, когда возникает спазм и распаление, не склеивается. Это нужна миофасциальная, плавная такая декомпрессия, которая позволяет этим оболочкам расклеиться. Дальше позвонки сдавливаются этими спазмировыми мышцами, тоже возникает компрессия. И тоже необходим не аджазмент, который просто-напросто как бы устраняет саблюксэйшн, подвывих. Никакого подвывиха нет. Просто сустав заблокирован за счет того, что спазмированы мышцы. И этот сустав нужно разблокировать, минимально травмируя эти мышцы. Это тоже определенное и искусство, и наука. И, к сожалению, очень мало кто этим занимается. И поэтому, конечно же, вот спасибо за этот вопрос, ранняя диагностика это важнейшая составляющая долгосрочного функционирования нашей опорно-двигательной системы. Когда говорят, ну это все от возраста, а что вы хотите в вашем возрасте. Это неправда. Приходят ко мне пациенты старше 70, старше 80 лет, приходят запущенные уже спальни, спиноз, которые там в расключенной диске. И, естественно, мышечный спазм такой, что уже просто можно, понимаете, стучать палкой, оно не прогибается. Начинаем работать и даже у этих пациентов потихонечку все отпускают. И как только немножечко удается снять эту компрессию, которую давят на эти нервные корешки, которые идут к мышцам, сила в ноги возвращается. То есть я не могу устранить полностью грыжи этих дисков, конечно, которые зашли очень далеко. И иногда этим пациентам нужны эпидуральные инъекции, иногда им нужны хирургические вмешательства. Хотя пожилым уже, в общем-то, эти хирургические вмешательства на позвоночнике тоже большой роли не играют, потому что стонус этого не уменьшается. А вот восстановить эти мышцы, от этого стонус уменьшается, в том смысле, что уменьшается компрессия, давление на эти корешки. Они начинают лучше функционировать, лучше работают мышцы, и людям становится лучше. Но, конечно, если это все на ранней стадии, когда человек 35-45 лет, 55, и он начинает об этом думать, этим заниматься, и освещает этому время. Понимаете, не жалеет, не делает так, что сегодня сделал, завтра не сделал. Это вторая вещь, по которой хотел как раз сегодня, я тоже думаю о нашей встрече, упомянуть. Постоянство, настойчивость. Если вы взяли что-то делать, нужно делать это серьезно. Представляете, вы здесь стали, дома перестелили, решили перестелить паркет или там плитку положить. И делайте так, знаете, сегодня делаю, завтра не делаю, сегодня есть настроение, сегодня устал. Представляете, сколько времени эта плитка будет стоять, разваленной, понимаете, и может быть, вообще никогда не закончится. Вот точно так же многие люди занимаются своим здоровьем. Это никуда не годится. Оно должно быть проблемой номер один. И дальше, если вот заниматься, как вы правильно сказали, ранней диагностикой и постоянно настойчиво восстанавливать мышцы за мышцей, вот как мы делаем зубной щеткой, каждое утро все чистят зубы, уже к этому все привыкли, это часть нашей культуры, часть просто, если человек это не делает, мы просто смотрим на ягод на дикаря. Вот то же самое, я надеюсь, со временем встанет в области позвоночника. Мы будем восстанавливать поясничный отдел, пояснично-крестцовый связь суставов, пояснично-грудной переход. И если это все восстанавливать регулярно и правильно, то можно, в общем-то, такого уже сгибающегося, плохо движущегося человека за пару лет превратить в подвижного, ну, не спортсмена, но, по крайней мере, очень функционального человека. Вот удивительная вещь у нас здесь в Чикаго происходит, я думаю, что не только в Чикаго, но на всех наших русских радиостанциях, русскоговорящих радиостанций и станциях специалисты различного уровня дают очень-очень хорошие комментарии. Вы знаете, даже не будучи пациентом тех или иных врачей, представителей бизнеса, человек, который регулярно это слушает, он очень-очень многое начинает узнавать, становится намного образованнее. И вот преимущество людей, о которых вы вначале сказали, что в том Советском Союзе совершенно все было по-другому, здесь совершенно все противоположное. Вас не заботит то, что иногда те ваши потенциальные клиенты, которые приходят, которые благодаря и вам же научены настолько, что они знают настолько уже больше, что вам бы хотелось, и вам не стоит даже объяснять, что они иногда становятся как бы и противниками того, что вы им рассказываете и говорите, что... Естественно. Есть очень много людей, которые знают заранее все, что ты хочешь им сказать. Вопрос только в том, что если они знают и они это делают, то зачем ко мне приходить? Это тоже верно. Они чувствуют себя великолепно. А вот если они приходят, доктор, я это все знаю, мне это все показывала ваша физиотерапевт год назад. Я говорю, так почему вы здесь? Если вы это знаете, то, что я вам говорю, и она вам действительно правильно вещи показала. Если бы вы их делали, грубо говоря, вы приходите к донтисту и говорите, доктор, вы мне эту зубную щетку уже год назад договорились, чтобы ей пользоваться. Замечательно. Что я говорю? Так вы ее пользуетесь? Да она у меня стоит на полке. Ну хорошо, но вы ей пользуетесь? Ну я пользуюсь иногда, но у меня нет времени на этой пользу. Поговорили, да. Я говорю, спасибо, молодец, замечательно. А так вот и делайте, если вы хотите, чтобы все время, вот он корень зла, все в нас самих. Да. Знать, знаем, а делать не делаем. Нет вот этого постоярца и нет этого ощущения, что здоровье это номер один. Понимаете, еще раз говорю, когда вот в доме ремонт, как бы вы ни устали, вы понимаете, что нужно прийти и его закончить. А когда вы здоровьем занимаетесь, только тогда, когда, ну, совсем уже больше ничего делать, понимаете, вы взяли абонемент, спортклуб, ну, куда вы туда ходите, ну, не знаю, два раза в месяц. Вы начали заниматься чем-то, ну, когда вы это делаете? Раз в месяц совсем ничего делать, тогда я займусь сегодня здоровья. Ну, нельзя-то. Нельзя. Здоровье это, ну, мы должны, по идее, где-то после 50 лет поступать снова в школу, как вот нас с 10, там, с 8 лет до 18, 10 лет учат, как нам ходить на работу и зарабатывать деньги. Мы потом всю жизнь, ну, по крайней мере, 30 эффективных лет, мы ходим на эту работу 8 часов в день и зарабатываем деньги на жизнь. Позже 50 неплохо было бы сходить в школу, чтобы нас научили, как зарабатывать жизнь, здоровье, понимаете? И чтобы мы после 60, после 70 лет открывали вторую работу парт-тайм, каждый день, 2-3-4 часа заниматься своим здоровьем. И это бы нам удлиняло качественную жизнь как минимум в 2-3 раза. Вы знаете, я знаю адрес такой школы. 98 Саус Баффало-Гроф, Баффало-Гроф, и номер телефона 847-681-1161. Это центр восстановительной медицины именно Андрея Ивановиченко. Я всем вам советую, кто нас слушает, может быть, и с улыбкой обратиться туда, прийти, по крайней мере, поговорить, и вы очень много для себя узнаете нового. Я уже и на своем опыте в этом убедился, так что всем вам советую это сделать. Андрей, большое вам спасибо за сегодняшнюю нашу передачу. Надеюсь, в следующую неделю с вами встретимся опять. Обязательно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это у нас в эфире был Андрей Ивановиченко, как я сказал, руководитель Центра восстановительной медицины. Подошло время полезной информации. А Форда был оптиковый. Самый большой выбор оправ и солнцезащитных очков от лучших дизайнеров эксклюзивного Affordable Optical коллекции оправ Mont Blanc, отличающиеся качеством и дизайном. Специальное предложение этого месяца при покупке оправ цены начинаются от 99 долларов. Набор контактных линз на 7 месяцев, включая проверку зене, 139 долларов. 92 South Milwaukee Avenue в Виллинге адрес этого прекрасного салона телефон 847-419-900. А финансовое планирование с персональным подходом Дэвид Кейк, специалист Wayne Messmer Financial Network. Расположен этот офис по адресу 40 Скоке-Булвара, кабинет номер 15 в Нортбеке, телефон 847-564-99-00. Любые сантехнические работы, ремонт бытовой техники и системы отопления и кондиционеров. Все это решается в прекрасной большой компании сантехнической сантехнической компании Равиния Пламень. Телефон 847-579-5546. Расположена компания по адресу 15-80 Олд Скоке-Роуд в Хайланд-Парке. Прекрасный выставочный зал, специалисты высочайшего уровня. Компания много-много лет обслуживает всех, кто живет здесь и в Сабербах, и в Чикаго. Так что никаких проблем, если вы обратитесь именно в эту компанию, вы не будете испытывать. Всегда все будет в порядке и высоченного качества. Тенсуки Маркет Эта компания имеет широкий спектр японских продуктов, огромный выбор японских закусок, мисоттофу, овощи, мяса и замороженных продуктов. Если вы готовите японскую еду, в компании есть все, что нужно. Кроме того, большой выбор хлебных и кондитерских изделий, которые выпекаются и доставляются каждое утро. Все это очень-очень любят, свежую еду именно утром, поэтому обращайтесь в нашу компанию. Адрес 3 South Arlington Heights Road Bell Grove Village телефон 847-806-1200 Немного мы сегодня коснулись компании Frosh International Travel. Напомню, она расположена по адресу 500 Lake Cook Road это в Дирфилде. Телефон 847-572-0255 русскоговорящий представитель компании Инна. Индивидуальные групповые путешествия, авиабилеты, туры, круизы, лыжные курорты. Работает компания напрямую с поставщиками, поэтому гарантирует самые низкие цены на момент заказа. Пользуйтесь услугами этой компании. Трудовое законодательство, коммерческое право. Такие сложные юридические вопросы решаются в офисе Law Office of Kinsey. Расположен по адресу 318 Help Dave Road, кабинет 177 Buffalo Grove, телефон 312-493-55-29 или еще один номер телефона 312-488-40-78. Сложные вопросы трудового законодательства, коммерческого права решаются в этом офисе. Doors for Builders. Компания расположена по адресу 850 Land Avenue Wellgrove, телефон 847-981-99-00. Самый большой выбор входных дверей, модели в наличии на складе, любые модели на заказ. Внутренние двери, окна, цены напрямую от производителя. Компания в бизнесе с 2005 года имеется большой выставочный зал. Еще об одном юридическом офисе хочу сказать. Миграционное право почти 40 лет обширной практики. Нутерализация, виза, грин-карты, право на постоянное жительство, защита от депортации. Все эти очень-очень сложные, далеко непростые вопросы миграционного права решаются в офисе Justin Barton, расположен по адресу 707 Скоке, бульвард, кабинет номер 600 в Нозбруке, телефон 312-332-2550. Имеется еще один офис в Чикаго по адресу 6200 West Adams Avenue, кабинет 2211. Ну и еще об одном офисе юридическом тоже скажу. Атангеймер Лау-Групп, расположен по адресу 750 Лейк-Кук-Роуд, кабинет 290-3-332-2550. Телефон 847-520-9404. Большой спектр вопросов, решаемых в этом офисе, завещание наследства, банкротство, дела, связанные с недвижимостью, все это в этом офисе. Еще раз номер телефона 847-520-9400. Прекрасный ресторан расположен в Даунтаун Либертивилле по адресу 345 Норс-Милоки Эвеню, телефон 847-362-2739. Я говорю о ресторане Микки Финнс, это Либертивилле еще расскажу, если вы хотите провести небольшой паре или наоборот с достаточным количеством приглашенных гостей пользусь услугами этого прекрасного ресторана. Шикарный бар, отличное место и очень-очень квалифицированный персонал помогут вам провести прекрасный праздник. Продуманные стратегии и эффективные решения, так утверждают в офисе Даниэла Шапира, адвоката. Телефон 312-763-9640, офис расположен по адресу 300 Норс Лассель стрит, кабинет 4929, это в Чикаго, еще раз номер телефона 312-763-9640. Сегодня очень много таких офисов адвокатов, ну, я думаю, что иногда нам надо выбирать, прежде чем решиться обратиться в тот или другой офис, тем не менее, чем больше выбора, я думаю, тем интереснее для вас определить, в какой офис обратиться по решению той или иной проблемы. Еще один офис, Артур Заздрожный адвокат, это банкротство, чартер 7, номер 7, 11-13, не справляйтесь с выплатами вовремя, боитесь потерять свой дом, позвоните нам, чтобы этого не случилось. Адрес 2500 из Диван Авеню, кабинет 250-й, дисплейн, телефон 312-375-1704. И еще об одном ресторане хочу сказать, это ресторан Пайнс ресторан, расположен он, он по адресу 147 Норс Милуа Кевиню в Либертивилле, видите, Либертивиль богат такими ресторанами. Телефон 847-367-19-76. Работники этого ресторана утверждают, что их миссия такая, чтобы обслуживать нас каждый день, делать из каждого дня праздник, и они своей работой подтверждают эти слова. Свежая еда, внимание, обслуживание для вашего любого мероприятия гарантировано. Мы предлагаем услуги от небольших корпоративов до больших пари. Так что все, все это возможно именно в нашем ресторане. Ну вот, пожалуй, вся такая полезная информация, с ней я вас ознакомил. Повторю лишь одно, что если по каким-либо причинам вы не успели отметить для себя тот или иной номер телефона или же адрес офиса, который вас заинтересовал, не расстраивайтесь, позвоните в редакцию нашей газеты по телефону 847-715-9407. Наши сотрудники окажут вам содействие в решении любого вопроса, не только по нахождению того или иного номера телефона. А знаете, когда звучат эти позывные, так и хочется сказать о спорт и мир. Действительно, в спорте очень многие вещи происходят ежедневно, много спортивных новостей, но, безусловно, спорт объединяет людей различного уровня, готовности, как спортивной, так и не только. Люди любого возраста, любого темперамента, любых интересов всегда на то, что делают спортсмены, смотрят по-особому. В этом, наверное, и исключительность спорта. Демократичность огромнейшая. Вы можете сами заниматься на любом уровне, получать от этого огромное удовольствие, что самая важная польза, об этом говорю не только я вам, но и вот доктор Иванченко в своих воскресных выступлениях советует вам почаще обращать на себя внимание. А спорт это именно тот стимул, который и заставляет делать это. Итак, о спорте. Начну с новостей тенниса. Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Серпу Елену Якович в полуфинальном матче турнира в Цинциннате. Очень большой турнир, ежегодный, популярнейший турнир высоченного уровня. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2. И вот в решающем поединке турнира Румынка сыграет с американкой Сиреной Олимс, которая в очередной раз подтвердила, что выход в финал любого турнира это именно уровень этой спортсменки. Так что будем ждать сегодня от спортсменок высоченного уровня тенниса. И я думаю, что спортсменки не подведут нас в этих ожиданиях. Продолжаю теннисные новости. У мужчин Роджер Федерер обыграл британца Энди Морея в полуфинальном турнире в этого же турнира. Встреча завершилась со счетом 6-4-7-6. Упорный был поединок. В решающем поединке турнира Федерер сыграет сербом Новаком Джоковичем. Опять два сильнейших, выдающихся теннисиста нашей современности встречаются между собой. Представляю, какого уровня будет теннис. Опять же, это все происходит в Ценценате. Отмечу, что Энди Морея, который сейчас является второй ракеткой в мире после Джоковича, посчитал, что он весьма и весьма серьезно сыграл в этом поединке с Роджером Федерером и далеко неплохой провел поединок. Тем не менее, Федерер доказал, что на этот момент и на этом турнире он был сильнее. Отмечу для справедливости, вот я смотрю, Джокович он переиграл украинца Александра Долгополова и вы знаете, была очень упорная встреча 4-6, 7-6 и 6-2 теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. То есть весьма-весьма непросто Джоковичу было одолеть Долгополова и вот он с большим трудом но это сделал. К чести сказать, что великолепный теннис продемонстрировал Александр. В Пекине начался чемпионат мира по легкой атлетике. Первые медали разыграны в марафоне и золото неожиданно выиграл 19-летний дебютант чемпионата мира из Эретрии Гермай Гебреселаси став самым юным в истории чемпиона мира на этой дистанции. Ему всего лишь 19 лет для марафониста, который занимается такой сложной дисциплиной марафон вы знаете действительно 19 лет это ой-ой какой возраст это впервые я такое слышу конечно. Поскольку в эти дни в Пекине очень жарко и душно старт марафона был назначен на раннее время 7 часов 30 минут и тройку призеров марафона составили только представители Африки. Результат победителя 2 часа 12 минут 27 секунд эфиопец Йомане Цегай проиграл чемпиону 40 секунд а угандиец Муньо Соломон Мутае минуту и 2 секунды четвертым кстати финишировал 41-летний итальянец Руджеро Партиле вот представляете 41 год итальянцу и 19 победителю из Эретрии всего на чемпионате мира будет разыграно 47 комплектов наград соревнования завершатся 30 августа и вот приятно мы с Сашей уже в начале нашей передачи говорили на эту тему отметили этого чемпиона во всех отношениях ну мы говорим конечно же об Усейн Болте он выиграл золото на дистанции 100 метров на этом чемпионате мира в Пекине стал 9-ти кратным чемпионом мира в свои 29 лет представляете 29 лет этому спортсмену кстати поздравляем его с прошедшим днем рождения 21 августа ему исполнилось вот эти 29 лет так что он победитель этой дистанции 9,79 секунды на втором месте Джастин Гэтлин наш американский спортсмен результат 9,08 секунды и Трейвел Бромел тоже американский спортсмен на третьем месте Андреа Леграс из Кананды на четвертой позиции нет а он также стал третьим они показали с американцем одинаковый результат так что два третьих места еще одна новость легкой атлетики чиновники вот международная ассоциация легкой атлетических федераций запретила спортсменам ампутантам с протезами выступать соревнования под эгидой этой организации чиновники полагают что использование протезов может давать преимущество атлетам решение вступит в силу в ноябре этого года генеральный сектор этой организации СССР Габриэль выразил надежду что спортсмены с протезами будут соревноваться в отдельной лиге формулы формула сегодня эта гонка завершилась бельгийская трасса весьма и весьма своеобразная о ней очень много всегда мы говорим и вот результаты с сегодняшнего дня Льюис Хэмилтон одержал победу в Гранд-Грибе вторым финишировал его партнер по команде Ника Розберг а замкнул тройку Ромен Грожан из Лотуса а вот россиянин Даниил Квят из Рэдбула финишировал четвертым прекрасное выступление стартовал с 12 позиции завершил четвертым немного ему не хватило чтобы оказаться на подиуме отличный результат после того успеха что он уже был на предыдущем этапе вторым и сейчас четвертым такая стабильность появляется очень хочется в это верить так что отмечу четвертое место Даниила Квята на пятой позиции Серхио Перес из Форс Индия на шестом Филиппе Массо из Уильямса седьмой Рикки Райкинен восьмой Ферстопен из Торо Роса Валтери Ботас из Уильямса девятый и Маркус Эриксон из Аубера десятая позиция назвал вам десятку сильнейших гонщиков этого этапа о новости хоккея хоккеист клуба национальной хоккейной лиги Лос-Анджелес Скингс Вячеслав Войнов осужденный по делу о домашнем насилии досрочно освобожден из тюрьмы за примерное поведение 25-летний россиянин провел заключение 45 дней вместо 90 а теперь Войнову предстоит пройти 52-недельную программу по предотвращению домашнего насилия где с ним будут работать психологи а также 8 часов общественных работ Войнов был арестован полицией Калифорнического Редонда Бича в октябре прошлого года после того как доставил в больницу жену Марту Варламову у нее были ушибы и синяки а также порез под глазом простите врачи заподозрили бытовое насилие и вызвали полицию судебный процесс растянулся более чем на полгода хоккеисту запретили играть в национальной хоккейной лиге сезон был потерян в итоге Войнов признал себя виновным мелком правонарушении отмечу в мелком правонарушении и отказался от прав на процесс 2 июля Войнов был приговорен судом Лос-Анджелеса к 90 дням тюремного заключения и 3 годам условно за домашнее насилие кроме того на российского хоккеиста наложен штраф в 700 долларов Войнов также обязан пройти как я уже сказал вот курс по предотвращению бытового насилия и посвятить общественным работам 8 часов Хоккеист отбывал заключение в тюрьме Калифорнического города Силбич платя по 100 долларов за каждый день чтобы оставаться в тюрьме которая рассчитана на содержание 30 заключенных и отличается условиями повышенного комфорта спортсмену разрешено было при себе иметь некоторые личные вещи в том числе недорогие часы 5 фотографий и до 100 долларов наличными для покупок в тюремном магазине НХЛ пока не сняла с Войнова бессрочную дисквалификацию теперь ее ждет расследование национальной хоккейной лиги по поводу бытового насилия и заключение иммиграционных властей Соединенных Штатов Америки по поводу возможной депортации россиянина в связи с судимостью да будет хоккеист ожидать решения национальной хоккейной лиги ну а потом от этого конечно же будет зависеть его или дальнейшая судьба в национальной хоккейной лиге или уже все другие вопросы которые будут зависеть от решения этой организации в сезоне 2015-2016 годов континентальная хоккейная лига которая стартует уже 24 августа хоккеисты с гражданством Белоруссии и Казахстана не попадут под лимит легионеров об этом объявил президент лиги Дмитрий Чернышенко открываем сезон согласно действующему регламенту белорусы и казахстанцы по прежнему не попадают под лимит легионеров изменения в регламенте мы не вносим в 9 российских клубах играют 19 хоккеистов из Беларуси сумма контрактов составляет 800 миллионов рублей разорвать их нельзя судебные иски никому не нужны и нет необходимости обращаться в суд за разъяснениями цитирует Чернышенко агентство спорт ранее Минспорта Российской Федерации опубликовала приказ об ограничении числа легионеров в хоккейных соревнованиях в сезоне 2015-2016 годов пятью иностранными гражданами в числе которых не более одного вратаря континентальная хоккейная лига объявила о согласовании приказа с условием что лимиты не будут распространяться на граждан Армении Беларуси Казахстана и Киргизии руководствуясь при этом договором о Евразийском экономическом союзе имеющим приоритет перед законами Российской Федерации Минспорт занял противоположную позицию у нас являются легионерами все те кто не может выступать за национальную команду пояснил министр Виталий Мутко континентальная хоккейная лига согласовала приказ Минспорта о легионерах в интересах клубов и сборной никто нас не упрекнет что мы подходим к развитию хоккей со стороны государства изменений в количестве легионеров нет сложный вопрос как он дальше будет разрешаться посмотрим но чемпионат уже стартует вот-вот совсем скоро на этой неделе мы уже с вами станем свидетелями всех этих игр позиция на этот счет четкая приводит слова президента этой лиги но наверное в противоречие войдет этот указ Минспорта и устав лиги так что будем смотреть как события будут развиваться теперь заключение новости футбола их много я обещал вам в прошлый раз немного более уделить внимание всем тем стартовавшим в эти выходные чемпионатам европейских стран которые не одновременно стартовали везде так что теперь есть на что нам посмотреть потратить время получить удовольствие от игры спортсменов во всех чемпионатах европейских которые нас привлекают с вами ну вот до этого скажу об одной интересной новости президент международной федерации футбола фифа Йозеф Блаттер получил в подарок корову а это информирует агентство США Дэд Пресс власти швейцарского местечка Улрихен после завершения ежегодного футбольного турнира подарили Блаттеру корову по кличке Коломбо ежегодный футбольный турнир состоялся 18 раз так что традиционный весьма традиционный турнир но вот такой приз впервые его отметили президента фифа ну начнем с отбора туров вот которые начну с английской премьер лиги по традиции вчера состоялся большой игровой день было много интересных поединков Сандерленд Суонси 1-1 Норвич Стоксити 1-1 Кристал Пелес переграл Астон Виллу 2-1 Борман был сильнее Вестхэм Юнайтед 3-4 4-3 Лестер Сити с Тоттенхэмом сыграли в ничью 1-1 и Манчестер Юнайтед также сыграл ничью с Ньюкасл Юнайтед со счетом 0-0 вы знаете сегодня Эвертон Манчестер Сити и Отфорд Саугемптон вот я не знаю результаты этих поединков пока вам наверное будет это более легче увидеть находясь у экранов телевизоров и завтра еще один поединок Арсенал Ливерпуль пока Лестер Сити лидирует 7 очков столько же у Манчестер Юнайтед правда вот на один поединок Манчестер Сити сыграло меньше Кристал Пелес далее Ливерпуль но в начале чемпионата в Англии тем более бывают у места будем надеяться что в этом году гранды английской Пемьер Лиги по-прежнему будут подтверждать свои претензии на самые высокие титулы но и мы знаем на большое представительство английских клубов в Лиге чемпионов так что будем надеяться что футбол который будут демонстрировать эти команды будет такого же уровня к которому они нас приучили в Германии уже игры 2-3 тура так что отмечу сразу же что пока Бавария лидирует как и положено этому клубу в первом месте 6 очков после двух игр Байерн на втором месте столько же очков далее Шальки Кельн, Вольсбург Герта, Баруси, Дортмунд и так далее вчера состоялись несколько поединков Гамбург Штутгарт 3-2 Айнтракт Аусбург 1-1 Кельн, Вольсбург 1-1 Бавария вот переграла Хофенхайм 2-1 на последних минутах команде удалось добиться решающего перевеса Шальки Дарштамт 1-1 и Байер переграл Ганновер 1-0 сегодня еще несколько поединок кстати и вот Баруся Дортмунд играет с Ильготштадтом и Баруся с Майнцем это поединки сегодняшнего дня во Франции матчи третьего и четвертого тура скорее всего четвертого тура и вчера состоялись несколько матчей наверное стоит обратить внимание поединок Реймс 1-0 Анже Газезерек 2-0 победа Анже Басти переграл Генгам 3-0 ну по-прежнему возглавляет турнирную таблицу после трех туров ПСЖ уверенно три игры три победы девять очков далее Басти Анже Нант Рен вот команды которые в лидирующей группе сейчас находятся так что наверное помимо ПСЖ постоянного лидера чемпионатов к нему стремятся очень многие но и в противостоянии именно с этой командой другие команды пытаются как бы сделать такую небольшую сенсацию тура не всем это правда удается уж очень отличается по уровню ведущий клуб Франции в Испании первый тур только-только стартовал чемпионат Райо Валикана Валенсия 0-0 Атлетика Лас Пальмас 1-0 Эспаньол Хетафи 1-0 и сегодня сегодня Атлетик Бибао Барселона играет Спортинг Реал Мадрид наверное матчи которые вызывают в первую очередь у поклонников футбола интерес ну и по делу потому что испанский футбол в последнее время привлекает нас своей зрелищностью интригой в первую очередь ну а такие гранды футбола как Реал и Барселона постоянно на слуху и есть на что посмотреть это радует в российском чемпионате игры очередного тура прошли вчера вот три результата Амкар Спартак Москва победа Спартака 3-1 московские армейцы добились победы над Ростовом 2-1 Анжи Урал 1-1 сегодня уже сыграли Локомотив Уфа победа уверенная победа Локомотива со счетом 3-0 еще также играет сегодня Рубин и Зенит не знаю результат этого поединка и Краснодар Мордовия завтра один поединок Рылья Советов Кубань 21 августа был матч между Териком и Динамо ничья 1-1 Локомотив сейчас на первом месте у команды 14 очков далее Спартак извините ЦСКА на первом месте 18 очков они уже большим разрывом команда без потери выступает 18 очков и вот у Локомотива 14 очков на 4 очка уже разница в начале чемпионата Спартак на третьем месте 13 очков Зенит далее 12 очков на четвертом месте далее Ростов Динамо Краснодар Амкар и вот так далее так что видите борьба вся впереди надеюсь что в этом году в этом чемпионате у футболистов будет более-менее понятная такая контрактная стабильная ситуация потому что очень много в прошлом году футболисты высказывали что самое важное в прессе о нестабильности контрактов это в первую очередь связано было с нестабильностью внутреннего лета в этом году эта ситуация продолжается но я думаю что контракты как бы привязаны более-менее к национальной валюте и поэтому какая-то стабильность в этом отношении существует ну а футбол это та игра которая каждый раз каждый тур приносит определенные сюрпризы тем она интересна потому что хочется верить в непредсказуемость результатов а не то что запланировано то что и происходит здесь очень многие тогда попахивают непонятными вещами есть такая возможность может быть сейчас посмотреть на результаты которые именно сегодня были в английской пемьер лиге я хочу это уточнить да вот Челси сегодня встречалась с Вест Бромвичем победа Челси 3-2 хороший такой результат и я думаю болельщики остались довольны потому что и много мячей забито и по крайней мере победа Челси поклонников этой команды это в первую очередь волнует Манчестер Сити переиграл Эвертон 2-0 серьезный такой матч надо его смотреть кто не обратил на него внимания и Сау Гемптон встречался Уатфордом ничья 0-0 вот результаты я уточнил именно сейчас так что более-менее обстановка понятна подошло время немного уже подводить итоги сегодняшней передачи большое вам спасибо что это время провели вместе с нами для вас в студии работали Александр Этман Сергей Егоров у нас в гостях были Алекс Гримшпун он вам лишний раз напомнил что в вопросах финансов планирования финансов надо уже заранее побеспокоиться и сделать просто может быть для вас важный шаг позвонить и посоветоваться и поговорить о тех инвестициях которые вы планируете осуществить может быть не сегодня завтра но сделать этот звонок надо как можно раньше и обратите внимание на советы нашего доктора Андрея Иванченко который постоянно что самое важное говорит о том что необходимо чтобы поправить наше здоровье не прийти к нему а позаботиться о себе самостоятельно а то что вы придете к нему я думаю что вы получите большое удовольствие от общения с этим человеком и с его прекрасным персоналом его озноровительного центра вот наверное все на сегодня хочу вас еще раз с этими воскресными днями поздравить всех выходцев с Украины с прекрасными праздниками которые ожидают не только вас сегодня день государственного флага но и завтра пожалуйста заботьтесь о своих ближних и любите их это очень очень важно я прощаюсь с вами всего вам доброго встретимся через неделю пока